Хочешь удивить всех крутыми скинами? Majordrop.ru поможет тебе в этом! Огромное разнообразие кейсов, пополнение баланса любым удобным для вас способом, отзывчивая техподдержка, бонусная и реферальная системы. Даже у тебя есть шанс получить дорогую аркану всего за 99 рублей! Теперь открытие кейсов стало выгодным благодаря Majordrop.ru! Папич за гейм, эпизод 1, трейлер игры. Новую игру про величайшую. Это точно игра про меня? Ну что еще? Ну пиздец, на тысячу лет видос. У меня в деревне была тёлка, а у неё сестра ДЦП. Как то раз она говорит, поэд яка мою сестру, а то, чем мы ебёмся, а она нет, лошара бля. Вот я значит ей вставляю. Сильно так норм, ну прям норм, ну прям норм, хз вообще что было. Я очнулся все в горне мачепи с дедушкой. Блин, 4,50 смотри, чё так долго? Ну что еще? Ура, чатик. Вы все слышали чутко и ясно? Попич сыграет через два за лимон. Блядь, купите с ним, заберёте лимон и фрукт. Я вот понять не могу, как у них в пике бруда и при этом у меня есть фарм. Это вообще не... Причём я играю против шторма. Ну то есть... Типа в наше время это вообще было бы невозможно. То есть ты играешь против бруды на сларке и при этом у них есть шторм в пике и при этом у меня дохуя фарм. Это же вообще, кстати, нереально. Да, кстати, нынче это было бы абсолютно невозможно. То есть не было бы шанса на такую игру что-то в ней сделать. Причём с таким пиком, с Гондором в пике, с Дараксиром в пике. У меня на сларке есть фарм. Это вообще невозможно было бы. Поверьте. А, тогда ещё ульт Виверна был старый. То есть Виверна сделал на него ульты, я могу дэмэдж наносить в ульте Виверны. А то я сразу даже не понял. Хули у нас такой хуёвый пик? У меня Виверна, Дараксир и Гондор. У меня самый худший пик в мире. И каким-то образом у меня шмотки, если это вообще было бы невозможно, ну... Вообще было бы никак в наше время. Просто, ну... Вообще никак. Ну конечно враги этого пиздец. Такой мусор. Что же он творит? Бля... Я повторюсь. Посмотрите на этот пик. Какой шанс в 2017 году вот таким пиком хотя бы иметь шмотки на сларке. 0% буквально шанс. 0%. Это вообще... У них пик настолько лучше. Просто Бурдава пришла, фрифармила на боте против сларка. Убивала бы саппорта. Меня бы суперсильно гнобила. Потом Шторм, ну, по игре меня бы уничтожал. У Вэрис Кинга было бы намного больше и т.д. Это вообще... Ты так смотришь... Как будто я играю против 3К ПТС челиков на самом деле. То есть... Это, наверное, в среднем... Судя по нику, тут вот я вижу ник Afterlife. Челик играл на хай ПТС. То есть, судя по всему... Кстати, вот это вот на скелете Судя по всему, это где-то 6500 средняя игра. Но они все так плохо играют. То есть... Это, ну... То, насколько я опережал время. То есть, вот человек, вот, кстати, вот Baby Knight, это тоже человек, у которого хай ПТС были. Они просто все играли, ну... То есть, когда я играл на 6500, на 7500... Ну, на 6500, на 7+. То есть, не на 7500. Они все играли намного ниже у них уровень был. Они все играли как мусор. Типа, ну... Я просто опережал время, когда задрачивал доту. Как прописать кнопки? Не работают! Они суперслабые, с таким пиком проигрывают так сильно. У Врайскинга вообще ничего нету. Хуй знает, как это можно проигрывать. Кстати, по идее, Врайскинг был саппортом. Потому что, ну, SF, значит, был на миде, а Шторм фармил, скорее всего. Повторюсь, тогда Виверна была другая. Канцл, еще один 7к челик. Тогда Виверна была другая, тогда Виверна была намного сильнее, сейчас Виверна мусорная. Вы видели, я убил Шторма в ульте Виверна. И раньше так нельзя было... То есть, раньше так можно было сделать, а сейчас нельзя. На 90к денег, сука! Сейчас Виверна просто юзлос. С худшим ультом в мире. Короче говоря, подобное в наше время абсолютно невозможно. С таким пиком выиграть, это, ну, не бывает такого. Не бывает. Насколько что-то челики отставали от меня, конечно, по скиллу, это пиздец. А так, у меня всего лишь 6284 в этой игре. Посмотрите на, насколько они отстают, я не знаю, то есть, бурда, 7300 почти, у этого 7200, и они так сильно проигрывают. Хотя, Шторма, вроде нормальный счет. Варискинг фидит, но он саппорт, и АСФ фидит. Так понимаю, АСФ мид проебал или что? Типа инвокер выиграл АСФ мид. Ну, просто как-то очень странно смотришь на пики и думаешь, бля, как это вообще возможно? Сларк был такой же, как сейчас, грубо говоря. Мэйби там, ну, даже, мэйби даже хуже, хотя нет, как хуже, но такой же, как сейчас. И как можно было с Ларком в такой игре иметь вот столько, иметь КДА-16, и при этом против таких героев, это вообще нереально, я не знаю, то есть, насколько качелики отставали по развитию. Это пиздец, конечно. Просто отстал я, они всегда играют как четыре качелики. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами гриб. Фрутовый сок.